Наталья Некрасова в пункте временного размещения в Самаре проживает почти два года. Сюда она приехала из Кременного после начала спецоперации с мужем и внучкой, которые находятся на их попечении. Ребенок получил сильную психологическую травму. По словам Натальи, в Самаре им не только предоставили крышу над головой, но и помогли восстановиться морально. С нами как вот квочка с цыплятами, со всеми, с каждым. Помогли и со школой, и с нами психолог работал, и с Анютой, и со мной. Работал психолог, потому что у нас такая ситуация. Мы 7 месяцев прожили в подвале, без воды, без света. Говорили кушать на костре, когда не было обстрелов. Наталье 62 года, она пенсионер. Подтвердить здесь свой стаж, чтобы получить пенсию, оказалось делом непростым. У меня трудовая сгорела. Меня не рассчитали с моего предприятия. У меня трудовая сгорела. И хорошо, что у меня были справки. И вот эти справки помогли мне, короче, восстановить мой стаж. Сейчас в ПВР «Старт» в Самаре находятся 93 человека. У многих есть вопросы, связанные с получением пенсии, с компенсацией за утраченное имущество. Помочь им в решении проблем приехали Татьяна Москалькова, уполномоченная по правам человека в Российской Федерации, Ольга Гольцова, уполномоченная по правам человека в Самарской области, глава города Елена Лапушкина, глава Октябрьского района Сергей Радько и депутаты. У людей страшные воспоминания о тех временах, когда они в Кременном сидели по подвалам, как перебирались сюда, через границу из Николаева, сколько претерпели ужасов. Люди очень благодарны России. И через каждое слово говорят спасибо президенту, спасибо огромное Самарской области. Каждый человек сегодня у нас взят на контроль. Каждым будем заниматься отдельно. Сейчас работает здесь группа и моих сотрудников из аппарата, уполномоченного по правам человека из Москвы, и сотрудники уполномоченного по правам человека в Самарской области Ольги Гольцовой. И я уверена, что мы в отношении каждого человека сделаем все возможное, чтобы помочь им поможем. Многие дома и имущество утрачено у тех, кто проживал в Донецкой, Луганской, в других запорожских областях. Как доказать, как получить компенсацию за утраченное имущество – это проблема большая. И здесь тоже мы оказываем юридическую помощь. И постоянно по графику и в этом ПВР проходят вместе с нашим городским бюро по оказанию юридической помощи и вместе с нашими юристами аппарату, уполномоченным проводим постоянные приемы. Многие изъявили желание после окончания специальной военной операции остаться жить в Самарской области. В этом вопросе им также обещали помочь. Виктория Шарая, Константин Головин. События.